орешек знания тверд но все же мы не привыкли отступать нам расколоть его поможет желание все знать привет друзья вы на канале классика орхидейного жанра сегодняшнее видео будет в непривычном для многих формате сегодня мы поговорим о комментариях и поработаем над комментариями которые вы оставляете под видео на этом канале очень жаль что не так много зрителей читают комментарии под видео ведь если бы это происходило вопросов у зрителей становилось бы все меньше и меньше а моя жизнь как автора канала стала бы гораздо проще мне не пришлось бы отвечать на одни и те же однотипные вопросы день за днем завершение сегодняшнего видео будет как никогда интересным потому что в нем мы проведем анализ комментария оставленного автором другого канала об орхидеях и так друзья приступим комментарий вы будете видеть на своих экранах я буду кратко его зачитывать вы можете прочитать его полностью нажав на паузу а дальше я буду на него отвечать это видео вполне можно слушать и не особо внимательно смотреть на экран елена из абхазии с аккаунта зятя пишет поражаюсь как вы находите время для ответов на каждый комментарий нас ведь немало здоровья и благополучия много раз в комментариях мне задавали подобный вопрос а все очень просто друзья я мало сплю много работы а еще я умею печатать вслепую с огромной скоростью этому меня научили еще в школе и я даже имею диплом с отличием секретаря референта вот так и получается к слову сказать все дипломы которые имеются в моей коллекции о самых разных образованиях как высших так и дополнительных все эти дипломы с отличием иногда в комментариях пишут что мне очень повезло что окна в моей квартире большие что сама квартира с хорошими условиями если мне когда-то в жизни повезло то только при рождении когда я родилась с умной головой в этом главное мое везение все остальное от окон и до квартиры я создала своими собственными руками и если на квартиру я просто заработала денег то в случае с окнами все было еще гораздо проще по моим чертежам и рисункам мне и стандартных окон сделали окна в пол специально для орхидей следующий комментарий антонина акимова пишет наташенька как оставить комментарий к ролику годовалой давности вы их просматриваете или они как-то приходят сообщения к вам сейчас посмотрела ролик развенчивые мифы об орхидеях какая же вы умница как же лично у меня эти стереотипы глубоко отложились поражена очень поражена ведь видела в питомнике орхидеи там много разных видов и не только фаленопсисы и ни один из них не растет точкой роста вниз у нас очень много солнца ультрафиолет большей частью экстремальный подсветки там нет и ничего не растет вниз головой ведь столько раз видела когда смотрела раньше другие орхидейные каналы где все говорили о вреде воды в точке роста и пазухах приняла это не задумавшись как же мне было страшно оставить воду после опрыскивания но она уходит буквально за 5 максимум 10 минут теперь уже не страшно но настолько поражена своему стереотипному мышлению спасибо вам дорогие мои зрители написать комментарий можно под видео любой давности все комментарии в творческой студии youtube собираются в отдельную папку эта папка так и называется комментарии каждое утро из-за разницы во времени я получаю сотни комментариев под самыми разными видео в эту папку попадают все новые комментарии и не попадают комментарии через кнопку ответить то есть если вы пишете свой комментарий под чьим-то другим я его в этой папке не увижу и соответственно на него не отвечу поэтому будьте пожалуйста бдительны и пишите всегда новые комментарии не используя кнопку ответить на чей-то следующий комментарий вот и я про животных посмотрел теперь бы найти какие лампы нужны потому что понял что фитолампы орхам не подходит окна похоже у меня восточные и юго-восточные как правильно ориентироваться в youtube каналах для этого вам нужно нажать на название канала в данном случае классика орхидейного жанра и вы попадаете на главную страницу канала если вы хотите смотреть все видео подряд с самого начала вам нужно перейти во вкладку видео и промотать в самый низ если вы хотите посмотреть видео на определенную тематику например о подсветке для орхидей для этого вы должны перейти на главную страницу канала и воспользоваться поиском по каналу в правом верхнем углу на главной странице канала есть значок лупы в окошко рядом с этим значком вы вводите слово для поиска например свет youtube выдаст вам все видео на канале сопряженные с этим словом и вы можете начинать изучать данный вопрос это значительно облегчит и вашу и мою жизнь вам не придется ждать когда я отвечу на комментарии и оставлю для вас несколько ссылок а мне это сэкономит львиную долю времени но не на все вопросы можно найти ответы через поиск многие ответы на вопросы есть в самих видео внутри например вот на этот здравствуйте наташа глядя на ваши цветоносы повернутые всегда в комнату к вам лицом вспомнила что многие говорят что орхидеи привыкают к своему месту и нельзя ее перемещать и поворачивать что скажете вы как получается что цветы смотрят на вас на этот вопрос в своих видео я отвечала десятки а то и сотни раз но для того чтобы получить ответ на этот вопрос нужно как минимум смотреть канал я не просто отвечала на этот вопрос я обосновывала свой ответ научно все растущие части орхидеи подчиняются определенным биологическим законам в данном случае это явление фото тропизма цветоносы растут в сторону более яркого света в данном случае в сторону окна и вот в это время и действительно лучше лишний раз не тревожит для того чтобы цветоносы были ровными а цветы смотрели в одну и ту же сторону но когда цветонос уже сформирован и поделился на бутоны которые правильно на нем расположились переносить фаленопсис можно в любые комнаты на балкон и обратно хоть десять раз в день ничего с ним не произойдет не случится и все это реально можно отследить в моих видео вы сами видите сколько раз я переношу орхидеи из комнаты в комнату из комнаты на балкон и обратно и все цветения длятся очень долго до полугода и больше и я реально не понимаю почему в головах у людей засели все эти стереотипы но почему они так легко прижились в ваших умах еще вот о чем хотела с вами поговорить этого вы наверняка не знаете и это блогерская кухня есть вкладка в комментариях которая звучит так на проверке туда youtube отправляет все сомнительные по его мнению комментарии там где упоминаются другие блогеры или же есть ссылки номера телефонов иногда такие комментарии youtube просто удаляет а иногда позволяет автору на них взглянуть как в этом случае вот послушайте может быть вы поймете по какому критерию youtube решил отсеять эти комментарии в папку на проверке вы лучший блогер про орхидеечки недавно сорт купил фаленопсис пластик долл пытаясь добиться максимальной степени роста youtube отсеял этот комментарий точно так же как следующий наталья примите искренние слова благодарности за вашу работу на этом канале многие из ваших мыслей я разделяю так хочется вас обнять как старую подругу и сказать наташ ты как дон кихот с ветряными мильницами со своими призывами к честности осознанности и порядочности ролики классные идеи работающий говорю как человек больше десяти лет занимающийся этими чудесными цветами или они мной безумное желание обладать равное купить как можно большее количество прошло теперь интересно как сделать например вот такой орхидариум чтобы это было и красиво и удобно для цветов и не было похоже на фирму из тайване а себе той которая 10 с плюсом лет назад замиранием дождалась первого домашнего цветения я бы сказала читай книги отправляйся в теплые страны где эти девчонки растут прямо на деревьях и помни что самое ценное что мы нам могут подарить это ощущение а уж эмоций вам обеспечена целая палитра если вы принесли себе в дом этот цветок если кто-нибудь понял почему youtube решил убрать эти комментарии с общего доступа с общего обзора напишите я не поняла продолжают поступать комментарии из категории наташа где вы были все это время и вот один из них наташа дай бог вам здоровья за ваши советы по использованию толстянки результат превзошел все ожидания какие средства до толстянки я не использовала на основаниях орхидеи черная гниль через некоторое время снова начинала поедать основание единственный препарат фитоспорин на короткое время останавливал процесс почернения основания орхидеи но для этого мне приходилось зачищать полностью все гнилые корни и всю черную часть основания теперь все иначе без всяких хирургических вмешательств орхидея просто начинает восстанавливаться на глазах я столько лет искала средства которое хоть как то блокирует эту черную гниль могу сказать что все что продается в магазинах бесполезно особенно максим уж не знаю за что его хвалят ну и хочу обобщить наташа где вы были все это время если бы вы лет этак 7 назад начали бы выкладывать свои видео то спасли бы около сотни мною загубленных орхидей в общем толстянка рулит а вам почет и уважение и моя личная большая благодарность за ваш труд за ваши знания и за помощь нам а теперь два разных комментария от авторов двух разных каналов об орхидеях наташенька это просто чудо спасибо вам по вашим методам я спасла пять орхидей с помощью алоэ и корни такие шикарные пошли диву даешься еще раз благодарю за ваш канал и ваши грамотные объяснения удачи любви и счастья это первый комментарий название канала от имени которого пришел второй комментарий я не показываю и вот почему комментарий оставлен под очень старым видео которому уже год и этот комментарий мы разберем более детально наталья здравствуйте я выделила два дня и параллельно с домашними делами из-за этого больше слушаю чем смотрю ваши видео так как буквально под каждым из моих видео мне настоятельно рекомендовали ваш канал пришлось сдаться люди писали и добрые и не очень это уже в мой адрес так как сравнение с вашим цветением конечно моя очень молодая коллекция не выдерживает лека у меня есть европейской и ей как и многим моим орхидеям всего полтора года потерю магазинных корней на 50 процентов пережила зацвела сейчас с ответвлением полностью домашний цветонос размер цветка 9 сантиметров насчитала опять же девять да да то самое количество не относящиеся к пышному по вашему мнению цветов плюс бутонов еще не раскрытых но для меня это победа и счастье ведь растение у меня всего год с небольшим признаюсь я не поливаю душем была проба пару раз прошлым летом и сразу пошли потери я так понимаю не все сорта это переносят так как у других знакомых после душевания происходит естественный отбор прекрасный сорт и очень хочу теперь азиата для сравнения вам успехов и процветания что хорошо в подобного рода комментариях от авторов каналов всегда можно зайти на канал и проанализировать почему у конкретно взятого человека не получилось то или иное в данном случае человек получил потери орхидей после купания или душевания автор канала ольга содержит очень большое количество орхидей около сотни в очень маленькой квартире в однокомнатной коллекция как мы видим из комментария очень молодая большая и подвижная а это значит что орхидей из коллекции периодически продаются и покупаются в нее вновь содержать сотню орхидей в одной комнате не просто это обязательно будет означать скучность орхидей плохую вентиляцию и стеллажное содержание в этом я практически уверена на сто процентов добавьте к этому периодически закрытые от солнца жалюзи и плохое освещение орхидеи в этом я убедилась зайдя на канал недостаточная освещенность плохая вентиляция и большое количество орхидей в расчете на один квадратный метр площади помещения это те самые причины в результате которых душевание или купание орхидей у данного автора было неудачным не сорт орхидеи виноват в неудачных попытках автора и ее знакомых искупать орхидеи не сорт а условия в которых орхидеи содержатся этими же самыми недостаточно сбалансированными условиями объясняется и не очень пышное цветение орхидеи у автора канала и тем что многие орхидеи в коллекции всего полтора года скудное цветение тоже не объясняется если орхидея куплена взрослым растением с пышным цветением то и в домашних условиях она обязана процвести пышно при создании благоприятных для нее условий и вот вам пример все вы знаете что орхидейным стяжательством я не страдаю но парочку орхидей купленных в течение года я для примера нашла и это две орхидеи купленные 24 сентября прошлого года то есть в домашнем уходе они менее года два фаленопсиса купленных 11 месяцев назад и это фаленопсис и сансы тлав и батаркап если вы не очень хорошо ориентируетесь в названиях орхидеи то батаркап это ярко-желтый фаленопсис а сансы тлав оранжевый над ним оба фаленопсиса в летнем цветении 2022 года будучи в коллекции меньше года цветут очень пышно и обильно на их цветоносах более 30 цветов у каждого абсолютно и стопроцентно все орхидеи в моей коллекции ежедневно и купаются и опрыскиваются вне зависимости от вида орхидеи или от сорта орхидеи а еще пышность цветения моих орхидеи не зависит от сезона за окном неважно зима там или лето я знаю что этот канал смотрят многие авторы других каналов и вот обращение к вам дорогие друзья если вы в силу каких-то обстоятельств не можете наладить условия содержания ваших орхидеи пожалуйста не прививайте другим свои стереотипы если у вас не получается купать орхидеи или опрыскивать их это совершенно не значит что не получится и у других позвольте зрителям сделать свой выбор самостоятельно опрыскивать им или нет купать орхидеи или нет наступила осень сегодня 2 сентября 2022 года а у меня дома по-прежнему летним ароматом благоухает лаванда это подарок который пришел в посылке от любови кучеренко за год и 4 месяца работы канала со многими зрителями мы необыкновенно сдружились даже можно сказать сроднились и если бандероль из новошахтинска шла до владивостока 6 дней то посылка с канарских островов уже идет 29 но об этом я расскажу вам в одном из следующих видео а пока я напомню вам что 22 минуты вы провели на канале классика орхидейного жанра и если вам понравилось это видео если вы захотите вернуться на канал вновь поставьте пожалуйста пальчик вверх под видео подпишитесь на канал если раньше вы этого не сделали жмите на колокольчик чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео и оставайтесь со мной ведь впереди у нас много интересного наowsay а Master А что